Здравствуйте, меня зовут Макаренко Александр. Учусь в Центральном Южном университете в городе Чанша. Мне 22 года, я закончил Амурский государственный университет в городе Благовещенске. У меня была специальность перевод и интерпретация, точно такая же специальность, как и здесь. Изучал я китайский язык в России, сейчас примерно уже четвертый год я изучаю китайский. Намеренно решил, что после окончания университета я продолжу обучение. Так как чувствую, что язык нужно, чтобы углубленно изучить язык, нужно ехать в Китай. Почему вообще я начал изучать китайский язык? Во-первых, это, конечно же, перспективно. Когда я учился еще в школе, я закончил школу в 2013 году, и уже тогда я понял, что нужно поступать на международные отношения, так как это позволяет не только самому развиваться, но и, возможно, развивать какие-то дипломатические отношения, ездить в другие страны, путешествовать. Ну, в общем, это отличный опыт. Во время обучения в университете я ездил в Харбин на стажировку, на языковую стажировку, где участвовал в конкурсе китайского. Вот занял там первое место, и потом понял, что я уже могу сдавать этические, и на пятом курсе сдал уровень. Я приехал в город Чанша, и, в общем-то, если говорить о моем первом впечатлении, то я был поражен, насколько это красивый, культурно развитый город. Перед тем, как ехать в город Чанша, конечно же, на магистратуру, у меня было много сомнений в плане того, какой вообще климат, так как мне многие мои китайские друзья говорили, что Чанша – это очень, там очень жарко, часто идут дожди, зима холодная в плане того, что из-за высокой влажности, однако снега нет, это первое. Второе – это, конечно же, еда, очень острая еда, что, в принципе, для нас непривычно. Это также еще диалект. В этом городе присутствует южный диалект. Очень много китайцев говорят на нем здесь, но они также говорят на пхутунхуа, обычно на мандаринском, поэтому это как бы не проблема. Почему я выбрал именно эту специальность? Потому что я закончил данную специальность в России, и я думал, ну, как бы я не то, что думал, я правильно решил, чтобы учиться на данной специальности, поскольку очень много схожего. Однако, в чем большой минус, то, что специальность не адаптирована под иностранных студентов. В чем проблема? В том, что есть некоторые предметы, по которым даже не говорят по-английски. Вот. Ну, по-китайски, конечно, я понимаю, но тоже с трудом, так как китайцы сами на китайском не понимают. Это называется «Идеология Китая», и там объясняют китайцы учебник, то есть преподаватель объясняет на китайском, что значит то или иное высказывание. То есть это достаточно сложно. Еще в плане чего сложно, то, что очень много объявлений, всяких сообщений. Вы должны сделать то, сделать это. То есть это очень сложно все это успеть сделать. Ну, в России, конечно, нет такого. Вот это нужно за всем следить, всегда все читать, быть внимательным. Это, конечно, сложно. Одно из мотиваций обучения в Китае является хобби и спортивные мероприятия, так как это все поощряется. Я участвовал на данный момент в 8 спортивных различных мероприятиях. Это, перечислю некоторые из них, это тхайди тюань, традиционный танец, метание копья, ядра, различные еще спортивные, там, перетягивание каната, скакалка. В общем, это все очень интересно, и что главное, что это все поощряется, в принципе. Сейчас я тренируюсь, тренирую танец команды Дракона. Это очень, очень известный танец, очень интересный, так это отражает культуру Китая. Это позволяет познакомиться с новыми людьми, так как здесь иностранцев довольно много. Ну и есть чем себя заметить. Если человек хочет изучать китайский язык, почему именно это делать в Китае, и кому можно посоветовать это делать? Во-первых, чтобы изучать китайский язык, нужно очень много терпения. Ты должен быть ответственный. Это, конечно же, касается иероглифов и вообще изучения слов. Китайский язык сложный в том плане, что ты должен всегда держать себя в тонусе, прописывать иероглифы. Также должен обладать хорошей памятью и целеустремленный, поскольку я считаю, что за Китаем будущее, но это все знают, так как лидирует в экономике. Китайский язык сейчас в приоритете должен быть у каждого.